всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы вместе с вами будем тестировать косметику бренда фокалюр фокалюр это бренд косметики которая производится в китае которая продается в китае и которая также продается на международный рынок данный бренд вообще знаменит тем что во первых у них очень низкие цены и во вторых у них есть настолько популярные средства о которых наверное слышал просто каждый вообще если вы заходите на алиэкспресс в раздел косметики то бренд фокалюр это один из самых первых брендов которые вы видите потому что там так много заказов там так много отзывов и там так много всего интересного и даже вот прям таки заходишь и прям таки хочется что-нибудь попробовать настолько все красиво и интересно так что сегодня мы вместе с вами будем смотреть на эти средства мы с вами сделаем макияж который сейчас у меня на лице и в конце видео я озвучу свое финальное мнение по поводу всего что мы будем сегодня тестировать так что если тебе интересно то обязательно продолжать смотреть а мы поехали и так начать я вам предлагаю со спонжа вот так вот он выглядит симпатичный розовенький я его уже намочила и он увеличился примерно в полтора-два раза одна сторона у него вот такая скошенная а другая привычная нам обычная жопка я буду наносить этим спонжем консилер я не буду наносить тон потому что тон для камеры должен быть плотным а у меня кожа проблемная соответственно это еще более даже важная причина не наносить тон спонжем лучше я потом протестирую нанесение тональной основы спонжем в свободной своей жизни вне камеры потому что все же свет будет вытягивать все недостатки а сейчас мы с вами протестируем чисто на консилере консилер у меня кстати maybelline fit me в оттенке 10 я последнее время постоянно пользуюсь этим консилером потому что он очень плотненький красивенький хорошо ложится легко распределяется и не заметен совершенно на коже нанесу также на другие участки куда я тоже наношу всегда консилер и еще чуть-чуть на слою его под глазами но к слову мне сейчас кажется то что данный спонж он во-первых жестковат а во-вторых он забирает слишком много средства и обычно когда я наношу этот консилер и распределяю его спонжем он все же лежит чуть более пигментированно и средство остается чуть больше на коже а сейчас у меня такое ощущение будто бы я его наносила в два раза меньше хотя по факту я его наносила в два раза больше ладно давайте не будем заострять на этом внимание давайте пожалуй нанесем пудру пудра у меня вот такая вот flawless setting powder в оттенке 02 ivory вообще я уже много всего слышала про эту пудру ее очень хвалили блогеры хвалили почему сейчас мы с вами разберемся во первых у нее очень хорошее оформление это очень приятная действительно добротная баночка не у каждой люксовой пудры такую увидишь баночка красивая баночка похожа на дорогой продукт и внутри внутри нас ждет вот такая миленькая межнейшая мягкая пуховочка и защитный слой но хвалят эту пудру не только из-за ее упаковки но также она хорошо довольно таки действует сейчас мы с вами разберемся ой ой фонтан пудры зашибись обожаю такое дело давайте с вами нанесем эту пудру сначала при помощи пуховки на зону под глазами и также там где вообще она у меня нужна и потом уже разберемся и так на часть лица я уже нанесла пудру и пудра данная заматировала мне лицо она заматировала вот эту часть она чуть более сделала ее ровной и чуть более гладкой вот здесь я вижу блеск я вижу небольшой рельеф кожи я вижу небольшое такое просто различие по цветам потому что спонс чуть-чуть съел консилера больше чем нужно а с этой стороны кожа выглядит более гладкой более однородной как по цвету так и по текстуре в общем пока что неплохо теперь давайте нарисуем брови потому что мне их сейчас явно не хватает и для этого у меня есть вот такой вот карандашик очень интересно кстати с этим карандашиком вышло я ожидала что мне приедет один карандаш а по факту ко мне приехал один карандаш плюс к нему сменный рефил вот так вот он выглядит очень странная сначала когда увидела не поняла что это стало крутить вертеть а потом заметила то что блин здесь же крифель это сменная насадка для карандаша это на самом деле очень круто потому что если у вас закончится карандаш то вам не нужно бежать заказывать второй новый и ждать пока он приедет там какое-то энное количество времени потому что по сути у вас уже есть два карандаша в запасе сам карандаш называется artist super fine eyebrow pencil и у меня это оттенок 04 с одной стороны здесь находится щеточка и с другой стороны вот такой вот маленький тоненький грифель я чуть-чуть приблизила камеру в надежде что вы хоть что-нибудь увидите но по факту увидеть как на бровях что-то рисуется довольно таки трудно даже с хорошей камерой оттенок кстати мой очень удачно я его подобрала но он может быть на моих бровях правда немножечко холодноватым возможно мне стоило взять что-то потеплее я сейчас не буду рисовать волосковую технику потому что как я говорила в некоторых своих видео у меня есть небольшой татуаж в виде напыления и на мне просто-напросто это не видно и на мне это не рисует особо хорошо на мне единственное что рисует волоски это маркеры вот маркер lime crime например я хвалила очень он вот под он делает ровно то что нужно но как-то так в итоге вышло в целом неплохо не идеально потому что руки у меня не из того места растут но вполне можно пользоваться этим карандашом та сторона которая щеточкой действительно хорошо прочесывает брови сторона самого же карандаша она очень мягкая это мягкий грифель и вы не сможете сделать инстаграмные брови такие четкие четкие брови которые прям управляют всем лицом нет при помощи этого карандаша вы сделаете скорее более спокойные более повседневные более натуральные брови дальше давайте с вами попробуем палетку для скульптурирования она выглядит вот так у меня это оттенок 01 вообще должна отдать должное кстати упаковкам фокалюр потому что из вот этой коробочки я вытащила вот такую черненькую она вот здесь вот так вот открывается и здесь находится вот такая довольно таки неплохая коробочка со скульптором очень неплохо да она не выглядит как люкс но при этом ты видишь то что все упаковано от души хорошо чтобы ничего не разбилось и чтобы держать это в руках было приятно вот так выглядит сама палетка для скульптурирования и давайте ее с вами посвотчим для начала оттенок 01 является самым универсальным и самым популярным насколько я вообще поняла ой кстати слушайте а мне очень даже нравится вы только посмотрите очень красивый нежный хайлайтер я не вижу отдельных блесток в нем в нем вообще нету отдельных блесток это просто какое-то красивое металлическое сияние и очень неплохой скульптор он не рыжий он не серый он именно такого цвета какой нужен ребята фокалюр ну вы удивляете для начала я возьму вот такую скошенную кисть и попробую нанести скульптор при помощи нью-йорк скульптор кстати пылит так что аккуратней но вот вы уже можете видеть разницу сейчас я уберу волосы чтобы они не убирали на себя внимание вот на этой стороне щека смотрится более худенькой более такой подкачанный как будто бы я не жру сладкое по ночам я жру в общем пока что неплохо давайте наносить на вторую сторону вообще я больше фанат бронзеров нежели чем скульпторов потому что на мой взгляд это более универсальное средство и лично под мой цветотип она чуть больше подходит я больше люблю что-то такое тепленькое нежели чем холодненькое кому вообще больше подойдут скульпторы больше они подойдут конечно же блондинкам потому что у блондинок чаще всего более все таки холодная внешность и им это больше подходит и лучше смотрится если же у вас теплая наружность теплый тон кожи теплые волосы то тогда вам лучше выбирать что-то более теплое и лучше конечно же бронзер на мой взгляд ну что ж мне нравится то что вышло я не вижу четко скульптора я не вижу какой-то границы супер темной области чего-то не растушеванного нету пятен в общем лежит очень даже натурально теперь давайте с вами попробуем хайлайтер для начала я возьму вот такую вот тоже мою любимую кисть она от беделиум туз и попробую сначала нанести при помощи нее а на камере блестит как не в себя между прочим на жизни а в жизни это чуть более такое знаете мокрое сияние в жизни при помощи этой кисти я не вижу именно хайлайтера я не вижу блесточек я ничего такого не вижу но при этом когда я поворачиваю голову я вижу именно такое как будто бы мокрое немного зеркальное сияние очень интересно давайте попробуем нанести на другую сторону другой кистью я возьму вот такую от real technics она чуть более плотно набита и она как правило работает с чуть более плотно с прессованными хайлайтерами вот а вот эта кисть уже нанесла хайлайтер плотнее здесь уже хайлайтер виден на коже он лег такой полосочкой и немного подчеркнул текстуру но должна отдать должное этому хайлайтеру потому что у меня кожа сейчас очень текстурная она проблемная у меня в принципе после окне везде не очень хороший рельеф кожи поэтому куда бы я не нанесла хайлайтер особенно какой-то яркий он везде будет все подчеркивать но и теперь у нас остались только тени помада и глиттер давайте начнем непосредственно с теней у меня палетка называется sweet as honey и она тоже довольно таки плотно упакована вот в эту черную картоночку оформление у палетки точно такой же как и на упаковке вот такое неприглядное и внутри палетка выглядит вот так вообще у фокалюр очень много разных палеток есть очень красиво интересная палетка называется pert она в синих оттенках есть интересная палетка с как-то она связана с турцией вот как-то называется вот именно вот турция для ляля я вставлю сюда картиночку тоже очень симпатичная интересная палетка я сначала думала взять ее но потом почитала отзывы где говорят то что эта палетка это своего рода аналог huda beauty new nude и я решила что она мне не нужна потому что у меня есть новый nude и ее аналог мне в общем-то не нужен поэтому я выбрала именно вот такую палетку она с одной стороны теплая она универсальная здесь есть как более такие повседневные цвета так и довольно таки яркие чтобы придать какую-то изюминку макияжу давайте я сейчас возьму вот такой вот оденок desert sand и нанесу его в складку века напоминаю что в первый раз я всегда использую тени без базы очень кстати неплохой тушевочный оттенок никаких проблем с ним не возникло легко набирался легко тушевался не ставились никакие пятна в общем все с ним хорошо уходит в кожу прямо-таки я даже скажу не видно перехода между кожей и этим оттенком ну не видно конечно же в реальной жизни потому что на камере все кажется чуть более четким потому что камера съедает полутона напоминаю если кто об этом не знал не слышал или забыл я даже не знаю что взять дальше потому что все очень интересное но меня немного смущает в этой палетке то что здесь нет какого-то универсального оттенка для затемнения внешнего уголка здесь есть много переходных оттенков такой розовенький вот такие немножечко желтенький какой-то такой очень странный сиреневый но нету того оттенка которым можно действительно затемнить внешний уголок и придать больше глубины макияжу это не очень хорошо ладно значит будем в основном делать на глазах сияние давайте добавим немножечко вот такого розового оттенка и я буду дальше играться вот между вот этими сияшками наношу поверх немножечко розового оттенка чисто чтобы добавить эту гамму к складке тоже кстати неплохо данный оттенок слился с предыдущим они между собой не конфликтуют я очень этого боялась потому что у китайских теней бывает такая особенность мы например пробовали в одном из видео палетку i magic вот там была проблема что некоторые оттенки друг с другом не дружили вообще здесь по крайней мере вот эти два матовых оттенка один более персиковый другой розовый между собой неплохо сочетаются тушуются и работают друг с другом это хорошо и дальше для затемнения все таки давайте нанесем вот этот вот оттенок turkish rose какая красота вы только посмотрите этот оттенок он в палетке смотрится чуть более сливовым чуть более ярким а на глазах он чуть больше как такая пыльная роза как мой любимый цвет помады очень очень красиво кстати хорошо наносится буквально с одного прикосновения даже не нужно наслайпать блин просто огонь и не оттенок я от него уже в восторге он очень 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 крутой несмотря на то что я немного устала от розовых оттенков от рыжих оттенков которыми сейчас просто полны все палетки но вот здесь мне это нравится ну что ж и дальше давайте как и обещала использовать вот эти три красивущих оттенков для начала я возьму оттенок witchcraft нанесу его чуть подальше на серединку нанесу вот этот оттенок pure copper и также ближе к внутреннему уголку я буду наносить вот этот вот нежно нежно красивый misty rose попробуем сначала это сделать без клея для глиттера но есть у меня ощущение что это не нас не особо сильно выйдет и потом мы будем его добавлять и так беру оттенок witchcraft очень красивый такой фиолетовый оттенок конечно же в этой палетке больше всего привлек меня именно он но смотрите на камере видно что он наносится но в жизни его видно гораздо меньше в жизни все же для его нанесения нужно использовать либо какой-нибудь очень клейкий консилер либо хорошую базу либо клей для глиттера потому что то что я вижу сейчас в жизни не особо сильно соотносится с тем что вы видите сейчас на камере ладно давайте я возьму все-таки клей для глиттера у меня вот такой вот клей для глиттера от nyx и буду наносить его а потом уже сверху буду наносить сами тени ну вот другое дело оттенок уже наносится гораздо лучше дальше я возьму вот такой вот оттенок pure о как хорошо он наносится конечно клей для глиттера тоже свое дело делает но этот оттенок очень красивый и он явно лучше ложится чем witchcraft ложится лучше потому что у него чуть чуть более кремовая текстура в рефиле он тоже сухенький но по факту он чуть более кремовый вот как то вот так пока что получается и дальше буду наносить оттенок вместе роз очень симпатичные миленькие нежненький оттенок но по факту он не розовый по факту он чуть более вот такой вот какой-то как светлая сияшка в то время как в рефиле он кажется именно нежно-нежно розовым но на самом деле вот посмотрите на внутренний уголочек особо розового там не видно дальше я планирую оформить нижнее веко я туда добавлю тоже розовый оттенок итак я вернулась уже со стрелкой и ресницами вот такой финальный макияж у меня получается мы не использовали в этом макияже вот такой вот пигмент у меня это пигмент номер 11 самый красивый и самый интересный давайте я его хотя бы сейчас покажу вам вот так вот он выглядит вообще если вы смотрели пигменты на алиэкспресс то вы могли видеть вот вот этот наверное миллион раз потому что он самый знаменитый и он самый красивый о господи какая красота какая красота а вы посмотрите посмотрите на это о май гад это знаете это такой вот оттенок это такой оттенок за которым я как раз охотилась в одной из палеток это до хром который до хромит из коричневого в такой зеленовато изумрудный очень красиво красивый зеркальный интересный эффект просто бомба на мой взгляд это безумно красиво и это наносится без базы без клея без всего я просто нанесла вот на палец и размазала по руке и это прям ну очень это круто так ладно не будем сейчас портить этот макияж потому что очень трудно уже с ресницами подлезть давайте я вам просто вставлю потом сюда видео где я накрашусь именно этим пигментом и покажу что будет выходить из этого ну что ж вот так выглядит пигмент на глазах макияж получается просто безумно красивый и очень простой кстати заметьте как вообще идет данный пигмент зеленым глазам по моему просто фантастика к слову о минусах данный пигмент состоит из камушков и когда вы наносите эти камушки на глаза и их начинаете растирать по веку чтобы нанести данный пигмент они начинают вам осыпаться под глаза это минус и также после того как вы уберете уже все осыпания все равно в течение дня что-то будет вниз осыпаться и это нужно будет убирать это минус но не очень серьезный на мой взгляд сам по себе пигмент просто очень красивый я данный макияж выгуливаю уже второй раз и он получил просто массу комплиментов в общем стоит данный пигмент где-то рублей сто двести и на мой взгляд это очень выгодная покупка потому что он безумно 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 красивый в общем вы сами все видите мне кажется мои глаза говорят сами за себя кстати хочу заметить то что тени не осыпались тенями все хорошо и даже при нанесении сияшек и при нанесении матовых у меня под глазами ничего нет никаких блестяшек единственные блестяшки которые у меня появились вот здесь под глазами это после того как я сейчас пыталась нанести пигмент и в общем то все ну и последнее что нам осталось сегодня протестировать это помада у меня помада называется matte lip crayon в оттенке номер 16 del rio вообще эти помады они на мой взгляд у них самые знаменитые они выглядят вот так как карандашик и очень очень это дело похоже на карандаши от нас ну наверное потому эти помады и приобрели такую популярность у этого бренда ну что ж давайте пробовать на губах запах кстати как у пластилина итак очень яркая помада я немного промахнулась цветом потому что я думала что это будет все-таки что-то чуть более пыльно-розовое поэтому давайте я возьму сейчас салфетку и промокнул это дело ну что ж я немного промокнула помаду салфеткой я прошлась наверное по губам раз пять-семь и как видите цвет все еще есть ушла первая такая пигментированность ушел сатиновый финиш остался только вот такой вот тинт что в общем-то говорит о том что если вы утром нанесете эту помаду потом будете пить кушать то ничего страшного не произойдет помада у вас на губах останется и будет она держаться у вас прямо таки до вечера и ее не нужно будет по 10 раз наслаивать и следить за тем а не остался ли у вас такой вот страшненький контур а вся остальная помада не съелась и посередине ну что ж вот такой финальный макияж у меня вышел и теперь я вам предлагаю обсудить все что мы сегодня вместе с вами попробовали начнем пожалуй в том порядке как и использовали спонж спонж мне не очень понравился он очень плотный и мне очень приятно наносить какие-либо средства из-за того что он такой плотный и также он забирает в себя очень много средства из-за этого я вот наносила в два раза больше консилера но ощущение было как будто бы я нанесла его в два раза меньше чем обычно в общем не очень хорошо он тушует очень много забирает ну действительно не стоит покупать разве что если вам нравится подобные спонжи вот только в таком случае есть смысл приобрести что-то подобное пудра пудра мне очень понравилось это просто обалденное средство в ней в ней хорошо просто все начиная от упаковки очень классный очень приятный очень стильный очень красивой упаковки очень мягкая нежная пуховка который действительно нравится прикасаться к своему лицу и очень хорошая сама пудра она хорошо подходит мне по цвету она действительно заматировала область под глазами и в целом те области куда я ее наносила она выровняла рельеф она убрала немножечко пигментацию в общем все с ней хорошо поры сглажены рельеф сглажен кожа выглядит хорошо она все еще не стала жирнится в общем все с этой пудрой прекрасно карандаш карандаш для бровей вещь спорная на самом деле он мне понравился мне понравилось то что он делает очень мягкие нежные линии это не жесткие линии это ни в коем случае не инстаграммные брови это именно натуральный эффект натуральных бровей щеточка хорошо прочесывала брови а сам карандаш действительно рисовал тоненькие линии и при желании можно сделать волосковую технику неплохой карандаш очень классно что здесь есть сменный рефил 2 этот продлит жизнь вашего карандаша ровно в два раза коты бесятся простите так палетка для скульптурирования вообще это огонь здесь очень очень хороший скульптор этому скульптору нужно поставить памятник настолько он хорош очень хороший цвет не рыжий не серый не пятнит хорошо тушуется не залипает мягко нежно уходят в кожу да немножечко пылит но это не проблема потому что вся пыль при правильном нанесении остается вот только у вас в палетке хайлайтер из этой палетки мне тоже понравился но к нему нужен подход потому что он специфический нужно понять какой кистью его наносить и какого эффекта вы хотите добиться я носила мягкой кистью и эффект был зеркальный хайлайтера практически не было видно на коже он действительно как-то сливался с кожей но при этом когда двигаешь головой возникал вот этот вот эффект зеркала эффект мокрой кожи когда наносишь этот хайлайтер более плотной кистью он ложится более видно он может подчеркнуть текстуру кожи если конечно же у вас есть определенный рельеф но при этом он более яркий более заметный и более пигментированный пигмент пигмент я как уже сказала я оставлю отдельное видео и напишу свои впечатления понравился он мне или нет потому что в этом макияже он не совсем смотрится по цвету он мне очень нравится очень классный я всегда хотела именно такой пигмент я на него просто ну наверное год смотрела и думала нужен он мне или нет в общем скоро все расскажу вам палетка палетка для лица sweet as honey очень красивая здесь великолепные матовые оттенки они отлично тушуются они не ставят пятна они они залипают они друг с другом действительно хорошо работают они не конфликтуют с друг другом они не начинают вытеснять друг друга они именно друг с другом перемешиваются просто великолепнейший оттенок вот этот turkish rose он настолько классно смотрится он хорошо наносится он такой нежный он вот оттенок именно пыльной розы он настолько крутой что во мне появилась снова любовь к розовым макияжем потому что этот оттенок когда вы наносите его на глаза он не может не вдохновить он вот настолько хорош матовые оттенки я уже проговорила сияшки сияшки здесь очень красивые разнообразные есть на любой вкус есть и фиолетовый и розовый и зеленый и голубой и песочный и повседневный в общем на любой вкус но с ними нужно подружиться они специфические просто так пальцем их лучше не носить потому что они будут не столь пигментированные лучше наносить на консилер клейки либо же на хорошую базу либо на клей для глиттера как это делала я вот именно тогда эти сияшки заработают так как они должны работать тогда они будут яркие пигментированные классные и интересные в другой же ситуации просто они будут не столь яркими они будут более полупрозрачными и их придется очень долго наслаивать чтобы хоть чего-то от них добиться в общем найдите к ним подход и вы не пожалеете они будут классные единственное чего мне не хватает в этой палетке это цвета для затемнения потому что оттенок turkish rose он конечно красивый но он недостаточно темный для того чтобы создать градиент и углубить складку и внешний уголок единственный темный оттенок это вот такой вот оттенок myrtel он какой-то болотно-черный и в этот макияж например он сюда не подходит от слова совсем и последнее что мы с вами пробовали это была помада помада очень приятная по своей текстуре по своей формуле она мягкая она нежная она увлажняющая она не сушит губы но важно выбрать свой оттенок она оставляет после себя тинт так что не бойтесь на случай если вы планируете долго ее носить с ней все будет хорошо я ее промокнула несколько раз с лафеткой как видите тинт остался цвет остался сама помада же никуда не убегает и ничего с ней не приключится расход у нее будет минимальный хорошая помада но опять-таки найдите свой оттенок в начале быть может имеет смысл взять нюдовую помаду и посмотреть уже на то насколько вам нравится ее формула и потом уже заказывать что-то более яркое ну что ж а на этом все большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца очень надеюсь что оно вам понравилось если это так то ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем пока пока пока